На этом уроке мы завершим Ираб грамматический разбор суры Курайш. Мы остановились на третьем аете. Пусть они поклоняются Господу этого дома. Мы более подробно поговорили об этом в предыдущих уроках, например То есть если они не поклоняются Ему за какое-либо его другое благоденствие, то пусть поклоняются Ему за это благоденствие. В обоих случаях Фа это Харф. Мабни على Фатхин с неизменяемым окончанием с Фатхи на конце. Лам повеление Харф указывающий на появление Приказ Харф мабни على Касрин Харф с неизменяемым окончанием с Касрин на конце. Ябуду это фа'лл мударин глагол настоящего будущего времени. Маджзуман биллами поставлен харфом Лам в состояние джазм. Признак состояния джазма в этом глаголе это Удаление Нуна на конце этого глагола. То есть удаление Нуна Раф изъявительного наклонения. Ниабутан анис сукуни в качестве замены сукуну. Валвау-вау это дамир нуттасы на слитное мистемение. Мабнива аля сукуни с неизменяемым окончанием сукуном на конце. В махалле Раф на месте падежа Раф именительного падежа. Валва Алиф фа'рикутан алиф это алиф различие. Валвау вальфиуле маа фа'ли глагол Ябуду вместе со своим фа'лем. Или же это джумльту нести на фиэту на возобновляемое предложение такое не имеет места в падеже, или же предложение ви махалли джазм мемем, то есть у сеченного состояния, если ставить фа, то это фа пл. Так как это предложение в этом случае будет, вон начале... Значит в этом случае это предложение будет ви махали джазм мем-емем — у сеченного состояния. Поставлен в состояние насб в виде возвеличивания. Так говоря, чтобы не говорить, что это мафулин бихи, прямое дополнение к глаголу ябуду. Поставлен в состояние насб. У алямата насб и признак состояния насб в этом имени. Аль-Фатха тузлахирату аля ахирихи. Явная фатха на его конце. У рабба это мудав. Первый член изофитного сочетания. Хэда. Ха это харфуттамбихи. Частица привлечения внимания к речи говорящего. Харфан мабниу аля сукуни с неизменяемым окончаемым сукуном на конце над удаленным или скрытым алифом. Эдха это исму и шарутин. Указательное местомение. Мабниу аля сукуни с неизменяемым окончаемым сукуном на конце. Фимахалли джарн биль мудафи. На месте подъезжает джар. Посредством мудафа. Мудафу на илейхи. То есть второй член изофитного сочетания. Аль-Бейту это бадаль. Приложение. Подменное имя для указательного местомения хэда. Аль-Бадаль имя поставлено в состояние джар. А в данном случае на месте подъезжает джар. Так же как и предыдущее будет в состояние джар. В алямату джарьи признак состояния джар в этом имени. Аль-Каср тузлахирату аля ахилих. Явная касра на его конце. Аль-Леви атамахум мин джуин. Ва аманахум мин хав. Который накормил их после голода и обезопасил их от страха. Аль-Леви атамахум мин хав. Относительное местомение. Мабни аля суккуни. С неизменяемым кончайным суккуном на конце. Аль-Леви атамахум мин хав. Аль-Леви атамахум мин хав. Аль-Леви атамахум мин хав. Относительное местомение. Мабни аля суккуни. С неизменяемым кончайным суккуни. На конце. Вафаэль уха и вафаэль. Его действующее лицо это. Домир муститрун фи-хи-джавазан. Скрытые в нем в допустимой форме местомения. Валь-Фаэль уха. Валь-Фаэль уха. Валь-Фаэль уха. Глагол атамахум со своим фаэлем. Суято салютал маусуль. Придаток. Придаточное предложение для относительного местомения аль-Леви. Поэтому мы здесь говорим. Ла махалля лахаминал и арабий не имеет места в падеже. Хум аль-Хав это домир муттасан. Слитное местомение. Мабни аля домин. С неизменяемым кончайным с домой на конце. В махалле наспе. На месте падежа насп. Мафуулем бихиле атамах. Являясь прямым дополнением глагола атамах. Валь мимус сакинута суккунирун на мим на конце. Это аля муты джамил мудакры. Признак множественного числа мужского рода. Мин джуин. Мин это харфу джарин. Предлог родительного падежа. Мабни аля суккунин. С неизменяемым кончайным суккуном на конце. Джуин маджрурун бимин. Поставленный предлогом мин в состояние джар. Ва аля муты джарьи. Признак состояния джарь в этом имени. Аль касрату злахирату аля ахири. Явный каср на его конце. Валь джару валь маджруру харфу джармин. И поставленное им состояние джарь имя джу. Мутаалякан бил филе атама. Состоят смысловые связки с глаголом атама. Ай араб. То есть грамматический разбор предложения. Ва амана хум мин хауфин. Точно такой же как и его предложение. Атама хум мин джуин. Так что все что мы сказали в предыдущем предложении будет сказано в этом соединенном с ним прострессом союзового второго предложения. Ва амана хум мин хауфин. А значит и второе предложение так же как и первое будет ла махаля ла хамин аль ираби. То есть не будет иметь места в падеже. На этом мы закончили ирабы этой суры. Аль-Хамдулеллахараббил ааламин.